Жилой комплекс комфорт-класса «Георгиевский». Территория благоустройства более одного гектара. Безопасность обеспечивается системой контроля доступа и наличием службы консьержа. Жилой комплекс «Георгиевский». Современный, надежный, твой. Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. В Волгограде тысячи книг, отправленных в макулатуру, обрели вторую жизнь и нашли новых читателей. Прокуратура Дзержинского района борется за уборку свалки в 100 метрах от здания надзорного органа. Похитительница иконы Свято-Троицкого Каменно-Бродского монастыря избежала наказания из-за амнести. Вода из Гремячинского месторождения подземных вод, по заключению специалистов, соответствует всем требованиям. Волгоградская область захлебывается в экологических проблемах. Таков очевидный итог экспедиционных исследований, проведенных в регионе общероссийской организации «Зеленый патруль». Сказать, что в Волгоградской области есть хоть один цивилизованный полигон по сбору мусора и утилизации, можно с уверенностью сказать, что нет. Те оценки, которые были внесены в результаты экспедиции, безусловно, обрушат рейтинг региона Волгоградской области. 27 место для него – это неверная позиция. Он должен быть гораздо ниже. На пресс-конференции представители «Зеленого патруля» ограничились констатацией общеизвестных фактов. Был затронут и вопрос качества питьевой воды в Котельниковском районе. Высота 102 неоднократно поднимала эту проблему, давая слово жителям и специалистам. В настоящее время ООО «Еврахим Болгакалий» взялось за решение вопроса обеспечения водой жителей Котельникова из Гремячинского месторождения подземных вод, которое было обнаружено при разработке калийных месторождений. Экологи «Зеленого патруля» попытались поставить качество воды под сомнение, основываясь на подозрениях и разговорах с местными жителями. Между тем, в распоряжении высоты 102 есть протоколы испытаний – официальное исследование проб воды, в которых специалисты дают заключение, что вода из Гремячинского источника соответствует всем требованиям. Отметим, что на протяжении последних пяти лет в рамках экологического мониторинга, который ведется на «Еврахим Болгакалий», вода из Гремячинского подземного озера еженедельно отправляется на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области. Все исследования подтверждают, что качество воды на высоком уровне. Ресурс, как установили специалисты, не требует очистки. В ближайшем будущем вода из водоносного горизонта начнет поступать жителям Котельникова. Все подробности на высоте 102. В Волгограде прокуратура Дзержинского района долгое время борется за уборку свалки в 100 метрах от здания надзорного органа. В пойме реки Царицы накопились тонны бытового и строительного мусора. Решение суда, по которому мэрию обязали очистить территорию, уже вступило в силу, но дело застопорилось. Прокуратура видит в этой ситуации два выхода. Первый – исполнить решение суда, иначе главе районной администрации грозит уголовное наказание. Второе – заставить жителей не мусорить. Он упирается в доказанность вины, чтобы привлечь гражданина даже к административной ответственности по данному поводу. Безусловно, нужны какие-то доказательства. Нужно либо видеофиксации, либо еще что-то такое, фотодокументы. Поскольку суды очень трудно идут на то, чтобы привлекать именно физических лиц за захламление, скажем так, территории, которая не предназначена для этого. Впрочем, сами жители вину за собой видят, но сетуют на то, что не хватает мест для складирования мусора. Во-первых, не мусорить люди должны. Вот проходишь на площадках, даже элементарно выкинуть, просто мусорок нету. За счет этого люди и кидают везде все. Мы усилить штрафы побольше. И прям поставить, чтобы человек стоял и наблюдал за всем этим. Чтобы раз, кто-нибудь пакетик бросил, 100 рублей за этот пакетик, и все будет чистота тогда. Административная ответственность предусматривает денежный штраф для граждан, но обязанность по уборке свалки лежит на местной администрации. До срока исполнения решения суда остался месяц. Сегодня Волгоградский облсуд изменил приговор в отношении соучастницы кражи икон из храма Свято-Троицкого, Каменно-Бродского, Белогорского мужского монастыря в связи с амнистией, которая была объявлена в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Изначально Ольховский районный суд назначил похитительницы икон наказания в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Двум подельникам амнистированной все же придется отбывать наказание. Один проведет в колонии строгого режима три года и три месяца, другой три года в воспитательной колонии. Напомним, Высота-102 сообщала о краже из храма монастыря старинных икон и задержании волгоградскими полицейскими преступников, которых пришлось искать в соседних регионах. В ночь с 22 на 23 августа прошлого года они выставили окно церкви и украли оттуда иконы. Одна из них, Богородица всех скоробящих радость, была изготовлена в 1865 году, вторая Иисуса Христа Спаситель, написанная в период с середины 19 по начало 20 века. Помимо этого злоумышленники похитили золото и деньги, которые жертвовали прихожане. Волгоградец Юрий Гончаров дал вторую жизнь 70 тысячам книг, которые были выброшены в макулатуру. Когда в Волгограде стартовал предложенный им проект по сбору бумаги в контейнерах для макулатуры, стали в больших количествах находить книги. Тогда было решено передать литературу тем, кто мог бы с удовольствием ее прочесть. Теперь волонтеры еженедельно перебирают контейнеры, сортируя книги. В наше такое непростое время думать о книге, о знании, о других людях, потому что эти книги попадают другим людям, это не всем дано. А у нас очень большое количество книг, значит, очень большое количество людей, которые неравнодушны. Эти люди неравнодушны, поэтому я искренне очень счастлив и сам в Волгоградец, и счастлив за наших горожан. 40 тысяч книг уже переданы новым читателям. В хранилище сотни упакованных ящиков для передачи в больницы, социальные учреждения, детские дома, клубы, колонии, СИЗО и библиотеки. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова